Всем доброго времени суток! Севка на игрене. Видео снимал там. Кто не хочет делать на них контент, а в этот раз хочет и делает. А кто ему указ? Хозяин-барин. Раз он так решил, раз ему этого хочется в данный момент, значит, он будет этим заниматься и плевать ему, что хотят или не хотят все остальные. Он там главный. Ну, как, в принципе, и везде, в своем окружении. Цветочков ему хочется себе приобрести. Ваза-бар, а гульдержок. А ему вдруг так захотелось чего-то красивого, живого, цветущего. Видите, как получается? И черные души иногда тянутся к прекрасному. Андрей говорит, надо эти цветочки поливать обильно. Но вода будет при этом влиться вниз у тебя. С пятого этажа. А ведь там у него ходят люди. Севка говорит, ну и пусть льется им на головы. Мне-то что? Такой беспечный. Пусть льется. Вот в этом он весь. И это не просто так сказано. Это не для контента. Кто-то может его оправдывать и говорить, да нет, он совсем другой. А все, что он делает, ну он просто, ну он так развивает свой канал. Он придуривается. Он таким образом подогревает свою аудиторию. Это просто контент. А сам он белый и пушистый. Если человеку это не свойственно, ему это даже в голову не придет. А в его голову приходят каждый раз какие-нибудь гадости. Вот, например, в этом видео пробегает мимо Чарли. И Севка, обращаясь к нему, ну прежде он вначале схватил его за голову, прижал к земле и сказал, поехали, я тебе на мыло сдам. Вот мне даже слышать это было неприятно. Мне произносить это в обзоре неприятно. А сказать в адрес животного мне даже мысль не приходила. А ему пришла. Он посмотрел на эту собаку, и ему пришла эта мысль, и он ее озвучил. И ему не стало неприятно от того, что внезапно ни с того ни с сего в его голове возникла эта мысль. Вернемся к цветам. Кто действительно верит в то, что он на постоянной основе каждый день будет поливать этот цветок. Да у него не только цвет, но у него горшок умрет. Выкружил все-таки он у Светы петунью. И никто не посмел ему возражать. Он просто ткнул пальцем в понравившуюся и сказал, я хочу. Вот только не топнул ножкой. Я хочу именно сейчас. А поехать куда-то и купить? Нет у него возможности. А здесь посмотрите-ка. Висят в горшках разных расцветок. А он хочет. Прямо сейчас. Кроме Ольги Леонтьевны никто не возразил. Ольга Леонтьевна, осторожнее. Благодетелю перечить не можно. Смотрите, как все дружно ломанулись предлагать на выбор горшок с цветами. Один поперек другого. Белую хочешь? Коля говорит. Возьми красную. Красную красивее. Да любую выбирай. Не жалко. Если бы Севка захотел все, они бы отдали ему и все. А мы себе еще купим. Андрей тот вообще козелком взлетел снимать этот горшок, на который Севка указал своим коротким пальцем. А почему Севка не полез снимать его? Но если ему так хочется. Я вообще удивляюсь, как он не захватил кого-нибудь в Сегрине, чтобы этот горшок у него там в квартире установили. Так, как ему нужно. Мог бы захватить кого-нибудь из штата этой прислуги. Посмотрела я на двор Сытников. Хороший у них двор. Красивый, просторный, такой чисто убранный. Зеленые зоны они неплохо организовали. Я уже много раз говорила, что мне нравится и их двор, и их дом. Вот расположение комнат, ремонт в целом. Неплохо, весьма неплохо. Двор красиво они обустроили. Жаль только, что земли нет. Вот какой-нибудь сад был бы там весьма кстати. Ну и такой, знаете, небольшой огородик. Коленька провел экскурсию. Посмотрите налево. Здесь у него розочки посажены. Посмотрите направо. Тут у него петушки растут, цветут. И все растет. А твои кошелки, говорит Коля, Писали, что не вырастет. Боже мой, и здесь та же самая песня. Зрители пишут то, зрители пишут это. Ну какие же все там с тонкой душевной организацией. Ну такие тонкокожие. Что баба Таня постоянно. Зрители пишут, зрители пишут. Як вонев же надуилы. И тут Коленька то же самое. Одним словом можно в них проникнуть и оставить след любому из зрителей навсегда. Севка говорит, ничего, ничего. Я прикрою эту лавочку и заткну зрителям рот. Неужели начнет закрывать комментарии? Я вспомнила, сколько грязи он вылил на Эдика из-за вот этих закрытых комментариев. Ну, конечно же, на канале у Эдика. И слабаком он его называл. И трусом. Не может, говорит Эдик, читать о себе правду. И поэтому закрывает комментарии. Эдик закрыл комментарии, как он это объяснил, в адрес детей. Потому что писали всякие гадости. Ну, в этом случае, конечно же, редкий родитель сможет вытерпеть. Ну, зацепит, я думаю, что многих. Может быть, найдется какой-то такой мизерный процент, кто скажет, да, ну, вас в бане. Пишите, ну, и пишите. Спокойно как бы отреагирует. Мало ли, скажем так, да, глупых людей на земле, которые злопыхатели, пишут вот до такой степени ужасные вещи. Но многих пожеланий о смерти их детенышу, конечно же, не оставят равнодушными. И если бы только писали на Эдика, ну, он, возможно, и блокировал бы самых таких агрессивных. А остальных послал бы по боку, да и все. А Севка, он от чего сдался? Он же такой стрессоустойчивый, как он говорил. Он всегда же этим хвалился. И тут на тебе. Не могу, говорит, уже читать ваши глупости. Как вы мне надоели. Сколько вы будете надо мной издеваться. Вы меня уже чуть ли не до психушки довели. Вы мне не верите. Вы пишете всякие разные гадости. Не хочу я их больше читать. И только по этой причине я буду закрывать комментарии. О как! Или тоже закрыл только из-за того, что пишут на его питомца. Пупсик же и как реагирует. Вы же все знаете. Ножками топает. Истерит. А потом Севке все эти истерики очень дорого обходятся. Ему то телефон новый подари, то наушники, то еще что-нибудь. А в последнее время Коленька вообще губу раскатал до такой степени, что на все его хотелки у Севки столько денег, наверное, нету. Он то квартирки хочет, но непременно с гаражом, то бибики требует. Ну, конечно же, Севка так, знаете, покубатурил немножко и скажет, ой, нет. Я лучше закрою комментарий. Это обойдется ему гораздо дешевле. Далее показали, как сырники оборудовали столовку для котиков. Вот тоже молодцы. У них собаки постоянно гоняют этих котов, ну и чтобы не навредили и была возможность. Ну, кстати, не каждый кот придет во двор, где находятся собаки, да еще и отвязанные. Они что-то придумали. Андрей же соорудил будку для Чарли, которая так у них и не используется. Андрей говорит, я буду ее разбирать. Да зачем ее разбирать? Пусть стоит. Вот, а где они тогда котиков будут кормить? Вот сейчас это такая столовая импровизированная. Подкармливают и котиков приходящих. И вот я смотрела несколько видео у них на канале. Андрей вот зимой кормил бездомных собак. Носил с собой корм и подкармливал. Вот я, кстати, поэтому зиму и не люблю. Холодно не только людям, но и птицам, и животным. А для того, чтобы согреться, очень много нужно затрачивать энергии. А извините, если животное на голодный желудок, откуда оно возьмет силы, чтобы согреть себя? Как пережить? И очень много животных в это время погибает. Далее Севка сказал, ну все. Все, что мог, я у вас забрал. Поехал я домой. По дороге заехал, показал, как он кормит котиков. А может быть, это кусочек видео с другого дня. Бог его знает, у Севки и такое запросто может быть. За ним не заржавеет. Вернулся он домой и давай тулить цветочек. Хотел вначале прицепить его к балкону, чтобы вот как у Светы они болтали с подстригой, чтобы вот так же болталось у него. Вот он серьезно вообще хотел это соорудить? Потом все-таки он засунул в эту подставочку этот горшок и говорит, если даже ветром сдует, то вот эта вот пластмассовая, фигня с крючком, она говорит, удержит этот горшок. Там просто в горшок всунута клипса. Опять же таки, пластмассовая. Вы представляете, если ветром или еще по какой-то причине вывернет этот горшок, да она вытернется моментально. Она не удержит вот эту землю. Сам огромный цветок, он же тоже тяжелый. Этот горшок с цветком, он же полетит вниз. Это дай бог, чтобы внизу никого в этот момент не оказалось. А то ведь найти, откуда прилетел этот горшок, будет очень несложно. Но Севку, конечно же, это не волнует. Чего ради он должен переживать вообще за каких-то там посторонних людей? Прилетит кому-то что-то на голову или не прилетит? Он вообще любитель что-то повыбрасывать с балкона и покричать еще плюс. Давно, кстати, он что-то не орал ничего. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok